Они не только готовят детей к школе, заботятся и развивают творческий потенциал, но еще и успешны на сцене. В Ярославле подвели итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В творческую борьбу вступили шесть лучших педагогов. Участие в этом конкурсе для меня было в первую очередь преодоление себя. Также это был большой шаг в своем саморазвитии, потому что много готовились, хотелось показать все самое лучшее. Вот мы участвуем в этих конкурсах, но самое главное наше предназначение воспитателей – это все-таки любить детей. Дойти до финала удалось не всем. Изначально 12 районов представляли сразу 15 педагогов дошкольных учреждений. Воспитатели – дефектологи и логопеды. Наибольший стаж – 30 лет. Позади несколько отборочных туров, мастер-классы, открытые занятия с детьми и презентация проектов. В этом конкурсе могут принимать участие и должны, наверное, и побеждают те, кто не просто воспитатель, но и воспитатель-новатор, воспитатель-исследователь. Просто неравнодушный человек. И, безусловно, нас очень радует, что таких воспитателей в системе образования Ярославской области очень много. Профессиональный разговор стал последним испытанием. Прямо на сцене финалисты обсудили основные задачи детского сада, а также, как правильно подготовить и адаптировать ребенка к школе. Конкуренции здесь нет. Важно обменяться опытом. Далеко не первый год проводится этот конкурс, но, как всегда, неизменно он собирает самых целеустремленных, креативных, неравнодушных воспитателей. Более 72 тысяч малышей посещают дошкольные воспитательные образовательные учреждения. Это огромное колоссальное количество. И ваш труд крайне важен. Он стоит у истоков формирования личности. На церемонии награждения дипломами отметили всех участниц. Лучшим воспитателем стала Аида Аскерова из Никаусского района. Готовиться конкурса начала два года назад. Говорит, секрет успеха быть в тренде современного образования. Я считаю, что победы был достоин каждый участник, который вышел в финал. Я искренне болела за всех участников. Мы действительно за это время, за эти дни стали командой, стали той командой, которую поддерживали друг друга. Теперь победительница представит Ярославскую область на всероссийском этапе конкурса. Анна Мелехина, Константин Дмитриев. День в событиях.